Всем привет на канале Кулинарием с Викторией. Сегодня у нас запеканка из йогурта или йогурт запеченный в духовке. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Это яйца, йогурт, крахмал, разрыхлитель, сахар, экстракт ванили или цедра лимона. Это по вкусу. Все продукты должны быть комнатной температуры. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Сначала аккуратно отделяем желтки от белков. Понадобится 5 яиц. В белки добавляем половину сахара. Я это делаю на глаз и взбиваем до устойчивых пиков. Белки должны хорошо держать форму, если вы перевернете ее. У меня этот процесс обычно занимает 5 минут. И занимаемся желтками. В желтки добавляем оставшийся сахар. В общей сложности мне понадобилось 80 грамм сахара, потому что йогурт у меня немного сладкий. Если у вас йогурт не сладкий, то можно добавить немного больше сахара. 100-110 грамм будет достаточно. Желтки с сахаром взбиваем до светлой пышной массы. В желтки добавляю 1 столовую ложку экстракта ванили. Вместо экстракта ванили можно добавить ванильный сахар либо цедру лимона. Добавляю 60 грамм крахмала. У меня крахмал кукурузный, можно любой. 1 чайную ложку разрыхлителя и 400 грамм йогурта. Йогурт обязательно должен быть жирный. Можно использовать греческий или любой другой жирный йогурт. И еще раз недолго все перемешиваю миксером до однородности. И теперь берем взбитые белки и частями будем добавлять белки в ранее замешанную массу. Я сначала добавляю 1 третью часть белков. И так как их сразу будет очень тяжело перемешать лопаткой, одну третью часть я перемешиваю осторожно венчиком. И затем я откладываю венчик и оставшиеся белки буду примешивать лопаткой. Снизу вверх этот процесс займет минут 10, но наберитесь терпения. Это стоит того, тесто получается очень насыщенное, пышное и воздушное. И так продолжаем до конца, пока не вмешаем все белки. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Очень воздушное, посмотрите, очень насыщенное воздухом. Друзья, запекать я буду в кондитерском кольце. Кондитерское кольцо я установила на диаметр 20 сантиметров и уплотню его фольгой, чтобы тесто не просочилось. Если у вас есть подходящая формочка, то этот этап можно пропустить. В форме большого диаметра я тоже не рекомендую вам запекать, иначе получится запеканка низкая. Также формочку я перестелю внутри пергаментной бумагой, чтобы затем нам было легче доставать запеканку из йогурта. Духовку я уже поставила разогреваться на 170 градусов и переливаю тесто в формочку. Затем берем зубочистку либо шпажку, либо вот у меня макароны, спагетти. И вот так проводим внутри в запеканке, чтобы лишний воздух вышел. Ставим запекаться запеканку из йогурта в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов, на 50-60 минут. Смотрите, по своей духовке может понадобиться чуть меньше или чуть больше времени. Через 45 минут приготовления можно открыть и проверить. Запеканка из йогурта у меня запекалась в течение одного часа. Проверяем ее деревянной шпажкой. Оставляем остывать запеканку в духовке с приоткрытой дверцей. По мере остывания запеканка из йогурта становится плотнее и немного оседает. Достаю ее из формы. Убираем пергаментную бумагу, делаем это не спеша. Самое сложное в этом рецепте, это дождаться, пока запеканка остынет. Остальное все делается очень просто. Друзья, наш запеченный йогурт в духовке готов. Посмотрите, какой он красивый у нас получился. Украшаем его по желанию. Можно просто присыпать сахарной пудрой. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!